Дорогие друзья, настало время подведения итогов второго международного конкурса композиторов «Новые мелодии». Наш конкурс проходит второй год подряд и, как нам кажется, композиторы с большим удовольствием представляют нашему вниманию свои сочинения. Наш конкурс является конкурсом повышенной секретности, ведь и состав жюри, и состав участников оставался анонимным в течение всего хода конкурса. Однако сейчас все члены жюри прислали нам свои оценочные листы, и теперь мы можем вам их представить. Итак, начинаем представление членов жюри нашего конкурса. Доцент Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова, член Союза композиторов Санкт-Петербурга, член Союза композиторов России Светлана Нестерова. Светлана Владимировна Нестерова Светлана Владимировна Нестерова родилась в Екатеринбурге, там же получила начальное и среднее музыкальное образование. Однако дальнейший творческий путь Светланы оказался связан с Санкт-Петербургом. Здесь она окончила композиторский факультет Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова, а затем аспирантуру. Ее преподавателями были знаменитые композиторы Борис Тищенко и Геннадий Банщиков. Уже в годы учебы Светлана работала концертмейстером на кафедре сценического движения в Академии театрального искусства и редактором в музыкальном издательстве «Композитор Санкт-Петербург». Участвовала во многих фестивалях современной музыки, была удостоена гранта «Музы Петербурга» в номинации «Музыка». Исполняла музыку современных петербургских композиторов во многих городах России и за рубежом. Неоднократный участник конференции «Лаборатория музыкального театра XXI века». Является лауреатом многих всероссийских и международных композиторских конкурсов. В 2009 году в Мариинском театре состоялась премьера ее оперы «Тяжба». В течение длительного времени Светлана работает в Санкт-Петербургской консерватории. Является членом правления Союза композиторов в Санкт-Петербурге. Светлана Нестерова – автор трех опер, оратории «Медный всадник», двух балетов, мюзикла «Синюшкин колодец» и ряда инструментальных концертов, вокальных циклов, камерной и хоровой музыки. Ее сочинения постоянно исполняются в России и за рубежом. В 2016 году в Большом зале филармонии состоялась премьера оперы Нестеровой «Поди туда, не знаю куда» под управлением дирижера Владимира Беглецова, за которую автора была присуждена премия правительства Санкт-Петербурга за достижения в области композиторского искусства. Международный конкурс композиторов «Новые мелодии» – это очень масштабное культурное событие. Я на самом деле не припомню композиторских конкурсов с такой огромной палитрой жанров, стилей с таким количеством сочинений, и, между прочим, среди этих сочинений попадали сочинения очень высокого качества. Конкурс охватывает все возможные направления, все возможные стили, и в этом конкурсе участвовали композиторы от самых маленьких детей, делающих первые шаги в сочинении музыки, до, в общем, зрелых опытных композиторов. Огромное спасибо Дмитрию Данилову, организатору этого конкурса. Он просто изменил мое представление об искусстве композиции сегодня, потому что до работы в жюри этого конкурса у меня было такое ощущение, что, в общем, люди, которые сочиняют музыку, они все на виду среди нашего профессионального сообщества. И, к моему огромному удивлению, это оказалось совершенно не так. Потому что я открыла для себя очень много талантливых новых композиторов. При прослушивании конкурсных работ мне хотелось многим ставить наивысшие баллы. Учитывая очень высокую конкурентность некоторых номинаций, конечно, пришлось отдать наиболее высокие баллы тем сочинениям, которые были записаны и озвучены великолепно. Некоторые подошли просто здорово к озвучиванию своего материала, и это особенно приятно. Хочется отметить фантазию для скрипки соло. Очень мастеровитое сочинение. Особенно в мое сердце пленила Ронда Токката для фортепианного трио. Яркое, энергетическое, мощное сочинение с прекрасной драматургией. Просто поздравляю автору. Понравились мне некоторые сочинения «Число барокко» для камерного ансамбля. Конечно, очень украсили конкурс песни и прекраснейшие детские голоса. «Мой храбрый лев», «Чудак-судак». Но я не перечислю всех произведений, но прям порадовали детские голоса. Очень много взрослых голосов было прекрасных. «Часы, когда бывает», например. Или «Встреча». В общем, я просто с удовольствием слушала конкурсные работы. Конечно, когда сталкиваешься с работой в жюри, понимаешь, что абсолютной адекватности, абсолютной объективности не получается достичь никогда. И ни в одном конкурсе. Поэтому, если кто-то недооценен, всегда помните, что в любом конкурсе очень много случайностей. Большое всем спасибо за участие в нашем конкурсе. И всем вам дальнейших творческих успехов. А мы представляем следующего члена жюри. Екатерина Карпенко. Город Москва. Екатерина Ивановна Карпенко родилась в городе Ворошиловград. Современное название Луганск. Окончила Луганское государственное музыкальное училище по специальности теория музыки. А затем, с отличием, Луганский государственный институт культуры и искусств по специальности композиция. Занималась у заслуженного деятеля искусств Украины, члена Национального союза композиторов, Турнеева Сергея Петровича. Затем, там же, окончила с отличием магистратуру по классу композиции. Екатерина в течение нескольких лет работала руководителем музыкальной части Луганского областного академического театра «Кукол». За годы работы написала музыку ко многим театральным постановкам, которые приняли участие во всеукраинских и международных театральных фестивалях. И получили высокую оценку, также были отмечены различными дипломами. Екатерина также работала со многими известными украинскими режиссерами. За период работы там отмечена грамотами министра культуры Украины, а также Луганского областного управления культурой. В 2007 году стала членом Национального союза композиторов Украины. Принимала участие в международном композиторском фестивале «Киев Мюзик Фест» с оркестровыми и хоровыми сочинениями. Сочинения Екатерины Карпенко вошли в репертуар многих хоров и оркестров Украины. В связи с военными действиями на юго-востоке Украины 2014 года, была вынуждена с семьей уехать из города Луганск. С 2014 года живет в России, а с 2018 года в городе Москва. В том же 2018 году Екатерина стала членом союза композиторов России, а также союза московских композиторов. Является лауреатом многих композиторских конкурсов. Основные сочинения Екатерины Карпенко – «Десять симфоний», балет «Розовое и красное», опера «Оскар и розовая дама», скрипичный концерт, альтовый концерт, камерные, хоровые и вокальные сочинения, а также музыка к спектаклям. Добрый день. Приветствую всех участников и организаторов второго международного конкурса композиторов «Новые мелодии». Прежде всего хочу выразить благодарность организаторам конкурса, в частности Дмитрию Данилову, который в довольно сложной ситуации, которая сейчас происходит в стране и в мире, все-таки сумел провести второй международный конкурс композиторов «Новые мелодии», который, несомненно, является очень важным для композиторской работы вообще. Хотелось бы сказать также спасибо всем участникам, которые приняли участие, прислали свои сочинения, хорошие сочинения для конкурса, и порадоваться за то, что композиторское мастерство все-таки живет, процветает, развивается в довольно сложной установке. Теперь остановимся несколько на том, что в конкурсе присутствовало очень много номинаций, возрастных категорий, и, несомненно, сочинения были все абсолютно разные. Ну, это хорошо, это нормально, так и должно быть. Что касается профессионалов, меня очень порадовали на данный момент профессионалы, лично меня, потому что я считаю, что сочинения были присланы сильные, в основном, которые были написаны профессионально, интересно, очень интересные образы присутствовали, а также композиторская техника, использованных 20-21 веков, различные приемы игры на инструментах и так далее. То есть, очень было все сделано профессионально и интересно. Иногда, вот лично мне даже было трудно отдать предпочтение тому или иному произведению, потому что, как бы, они были сильны каждый по-своему, они интересны каждый по-своему, и это, конечно, безусловно, радует. Что касается любителей, то нужно сказать и отдать должное, то, что действительно любители, хоть и не профессионалы, тоже очень предоставили хорошее сочинение, которое также интересно и по замыслу, и по музыкальному языку, и по технике письма. Ну, результаты будут, я думаю, в ближайшее время, когда пройдет подсчет голосов. Но на данный момент хочется сказать еще раз спасибо всем участникам, поздравить с тем, что конкурс все-таки состоялся, что композиторское мастерство процветает, оно живет, оно развивается в сложной данной обстановке. Пожелать всем новых творческих достижений, успехов, также мира, добра, благополучия во всем мире. Всего наилучшего. 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 Итак, далее Следующий член нашего жюри Доцент Ереванской государственной консерватории Член Союза композиторов Армении Член Союза композиторов Санкт-Петербурга София Михаэлян Пианистка, композитор, педагог, общественный деятель София Михаэлян является доцентом Ереванской государственной консерватории имени Камитаса Членом Союза композиторов и музыковедов Республики Армения А также членом Союза композиторов Санкт-Петербург София Михаэлян родилась в Армении, городе Гюмри С отличием окончила фортепианные и композиторские факультеты А также ассистентуру стажировку по специальности концертмейстерское мастерство Ереванской консерватории имени Камитаса Где в дальнейшем преподавала на кафедре специального фортепиана Впоследствии преподавательская и концертмейстерская деятельность Софии Вышла за пределы Армении Она преподавала в Москве, в Тюменской области, а также в Санкт-Петербурге Композиторская деятельность Софии Михаэлян многогранна От песен, хоровых произведений, вокальных циклов, танцев, квартетов, сюит, фортепианных произведений До маршей, гимнов и даже симфоний Интерес и любовь к хоровой музыке, идущей с детства Привели Софию Михаэлян вначале в ереванский камерный хор Парос А затем в летнюю школу Санкт-Петербургской академии православной музыки Софии Михаэлян принадлежат инструментальные хоровые произведения В том числе духовная музыка на стихи авторов армянского средневековья и возрождения Также Софии Михаэлян были созданы инструментальный ансамбль современной музыки Мегедес в Ереване и инструментальный ансамбль Комитас в Санкт-Петербурге София Михаэлян – лауреат республиканских, всероссийских, международных, исполнительских и композиторских конкурсов Активная просветительская деятельность Софии Михаэлян направлена на популяризацию традиционного армянского фольклора и армянской классической музыки Инициированный ею проект «Российско-армянский творческий мост» благодаря периодическим концертам и лекциям Вносит неоценимый вклад в развитие культурных отношений России и Армении Дорогие конкурсанты! Во-первых, хочу поздравить всех вас с участием во втором международном конкурсе композиторов «Новые мелодии» Участие в конкурсе – это один из возможных множеств шагов к постижению профессионализма и мастерства в своем любимом деле Хочу обязательно подчеркнуть, что конкурс – это не приговор, это не конец И его результат для каждого из участвующих – это текущая оценка, как при обучении в любом учебном заведении На конкурсе встречаются те, кто давно начал свой творческий путь, и те, кто делают свои первые шаги В связи с этим важно лишь одно – чтобы вы продолжали творить и развиваться, вне зависимости от результата В наше время в особенности именно творчество будет вдохновением и опорой для жизни творца Прослушанные произведения были очень разнообразны по содержанию, языку, стилю, мышлению, форме, составу В особенности хочу подчеркнуть, что среди любителей было достаточно много произведений Где ощущался большой потенциал участника, что, само собой, очень радует Ну что, хочу пожелать вам бесконечного творческого процесса и взлета мира и любви Субтитры создавал DimaTorzok Конечно, наш конкурс позиционирует себя как международный, не только по составу участников, но и по составу жюри Следующий член жюри – композитор из Мексики – Хуан Луис де Пабло Энрикес Роэн Хуан Луис де Пабло Энрикес Роэн родился в Мексике в 1971 году Его композиционная теория и попытки соединения музыки с астрономией и археологией развивались в течение 20 лет И, наконец, это привело его к расшифровке солнечного камня ацтеков Раскрыв все элементы нашей солнечной системы и то, что находится за ее пределами Это было бы огромное открытие важнейшей научной эстетики всех доколумбовых цивилизаций Получив образование в гуманитарных институтах, он затем преподавал музыку в Юстонском университете, Национальном автономном университете Мексики, Университете Ла Салле, Техническом университете Монтеррея, Центре искусств и Высшей школы искусств Юкатана Его самыми важными учреждениями были Тимоти Крамер, Виктор Разгадо, Майкл Хорвит и Роберт Нельс В настоящее время он живет в Мексике в качестве активного преподавателя, оратора, гитариста и композитора Привет, дорогие друзья и коллеги! Меня зовут Жуан-Луис Де Пабло-Энрикез Роэн Я композитор из Мексика, и я был композитор за более 30 лет в различных стилях и генера Я очень благодарен для приглашения Дмитрий Данилов И это скорее всего благодаря задняя песня в Мексике, Виктор Роэн, Майкл Г årвас Я был удивлен в больших количествах эмоций Я не поздоровался, и я очень виноват в каждой сложности Я думаю, старенько сложнее, я думаю, чтобы написать вам в тези И очень очень простую связь, как надежно, что на одной форме Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова involved. Thank you. 2-й год подряд В составе нашего жюри присутствует композитор из Аргентины. На этот раз это Валерия Пелка. Валерия Пелка начала свою карьеру в качестве гитаристки эстрадного жанра, хотя она также изучала классическую музыку, специализируясь на стиле фьюжн. Она окончила школу популярной музыки Аргентинского союза музыкантов по специальности гитара. В 2009 году она взяла себе задачу сочинения и продюсирования своего собственного первого альбома «Граница времени», который вышел в 2010 году. В этом альбоме Валерия выступает и как композитор, и как вокалистка, и как гитаристка, и как аранжировщик. Ее страсть к оркестровой музыке побудила ее поступить в Национальный университет искусств для изучения композиции. С тех пор Валерия стремится создать новые способы слияния звуков академической музыки с несколькими элементами аргентинской и мировой популярной музыки посредством симфонического звучания. За свой большой композиторский опыт Валерия исследовала и погрузилась в большое количество популярных музыкальных жанров. После получения высшего образования по композиции в Национальном университете искусств, ее цель – преодолеть границы между эстрадной и академической музыкой. И также хочу благодарить вашим организациям за созданием проекта и за созданием и вы получите возможность, как композитор, занимающийся труд, это очень приятный и приятный опыт. Вы приводите что-то очень важное для жизни при помощи новым композиторам, чтобы они смогут показать их музыку в мире. Я очень рад, ждем за кадром. Так, желаю вам всем, и ждем из Аргентин. Субтитры создавал DimaTorzok Как и в прошлом году, компанию композиторов у нас разбавляет музыкант-исполнитель. В прошлом году это была певица Диана Дарнеа Петрова, а на этот раз это хоровой и симфонический дирижер Наталья Олейник. Она также представляет две страны, Россию и Германию. Наталья Олейник Наталья Олейник родилась в Санкт-Петербурге. Закончила музыкальное училище имени Римского-Корсакова по специальности хоровое дирижирование. Затем академию музыки города Детмольд, Германия по специальности оперно-симфоническое дирижирование. Работала с разными оркестровыми коллективами, выступала как органистка, а в 2006 году стала финалисткой международного конкурса по симфоническому дирижированию в Токио. В настоящее время живет в Германии, работает с несколькими хоровыми коллективами и руководит созданной ею детской хоровой студией. Добрый день! Позвольте представиться. Я Наталья Олейник. Я с удовольствием приняла участие в конкурсе в качестве члена жюри. Познакомилась с большим количеством партитур. Некоторые меня вдохновили, некоторые поразили, некоторые захотелось потихоньку распечатать и оставить себе, что вы были под рукой. Признаюсь. Я желаю всем больших успехов в дальнейшем творчестве. Терзайте, не останавливайтесь. Очень рада была быть с вами. Друзья, вот вы и узнали, кто оценивал ваши сочинения. Я надеюсь, что вы довольны нашим выбором членов жюри. Конечно, все они профессионалы высочайшего уровня и очень интересные музыканты. Ну а сами результаты вы узнаете из нашего следующего выпуска, который выйдет в самые ближайшие дни. Мы бы, конечно, могли загрузить оценочный лист итоговый прямо сейчас. Все уже подсчитано, в принципе, мы все знаем. Но наберитесь терпения. Мы хотим представить победителей красиво. Ну а мне остается только присоединиться к членам нашего жюри и пожелать вам всего самого доброго, мира, любви и больших творческих успехов. С вами был Дмитрий Данилов. До встречи на следующем эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok